Да. Халло, добрый день. Здравствуйте. Я буду вас, Татьяна Евгеньева. Я представляю компанию ClickTrade. Вам удобно говорить? Удобно. Я хочу предложить вам зимовыгодное предложение в сфере биржевой торговли, либо, грубо говоря, обсудить с вами дополнительный источник дохода. Вы ранее что-нибудь слышали о финансовых рынках, либо биржевой торговле? Может быть, торгуйте уже на какой-то платформе? Нет. Торгуйте. У вас есть свободные пару минут буквально? Да, говорите. Хотела бы... Вы что-нибудь ранее слышали о биржевой торговле хотя бы приблизительно? Нет, о торговле слышал, а биржевой не слышал. Понятно. Ну, давай тогда объясню проще. Это, в принципе, как и в обычной жизни. На бирже люди зарабатывают посредством спекуляции. Обычная спекуляция – это продажа акций подешевле, покупка акций подешевле, продажа подороже. Естественно, на разнице и зарабатывается денежка. Определенный процент. В основном мы оперируем акциями крупнейших компаний, так как это более стабильный и надежный доход, в принципе. И который приносит в месяц от 18 до 22% заработка прибыли. Для вас это хороший результат? Конечно. Мы как аналитический центр подбираем и выявляем перспективные активы. То есть мы подбираем компании, акции компании, которые вырастут в ближайшее время. А как вы подбираем? Например, смотрим на нашей платформе MetaTrader 5, акции крупнейших компаний, которые будут расти в ближайшее время. В принципе, там акции компании абсолютно разных присутствуют, такие как Apple, Gazprom и прочие. К примеру, приведу вам пример. Gazprom зарабатывает, как вы думаете, когда больше, зимой или летом? Зимой. Зимой. Правильно, все верно. Так как, естественно, отопление платится и тому подобное. А почему же оплачивается, оплачивается? Оплачивается. Глубоко извиняюсь. К летом, к примеру, акции Gazprom, они дешевеют, так как, в принципе, летний период, он этого и требует. Вот, как бы, вот. Гземена, естественно, более растет и можно на этом заработать. У нас есть команда аналитиков с экономическим образованием, которые выявляют такие активы и предоставляют нашим партнерам. То есть мы вам будем говорить, когда и какие акции купить. Мы вас научим пользоваться межбанковским терминалом, то есть это приложение специально для торгов, на котором торгуют, определенная платформа. Она называется MetaTrader 5. Это приложение, через которое люди покупают акции, активы и продают. Грубо говоря, вам будет звонить аналитик и говорить, давайте купим акции. На данный момент, к примеру, сейчас продаются акции от Gazprom и Apple и тому подобное. Честное слово, я просто пока не заходила на сайт, это работа аналитиков. Смотрите, какие акции... Грубо говоря, пока не заходила на сайт, это работа аналитиков. Я считаю, что если есть возможность зарабатывать, то зарабатывать можно и нужно. Тем более, я решила представлять сама эту компанию, так как сама уже торгую на платформе MetaTrader 5. И как у вас получается? В течение полугода. Сколько? Сначала я имела сомнения, честно вам скажу, и я имела сомнения, как любой другой человек, не более того. У вас какой-то стиль разговора не русский. Я имела сомнения. Можно было сказать, у меня были сомнения, а не я имела. Меня имели. Вы откуда мне звоните, интересно? Я вам звоню с Москвы, но да, вы угадали, все правильно. Я не русская. С Украины, наверное. Думаю, на этом акцент ставить не надо. Не с Украины? Акцент на нации, я думаю, ставить лучше не надо. А вы давно, вы что, сейчас гастарбайтером в Москве? Ой, нет, вы чего? Просто национальность у меня преобраз, можно так сказать. Я бакинка. Украинская бакинка. Нет, вы чего? Какая украинская бакинка? Ну, у вас украинский какой-то диалект, мне кажется. Понятно. Ну, это же не играет роли, правильно, если я вам предлагаю действительно выразить. А вы давно, вы давно в Москве живете? Приблизительно около полтора года, где-то так. Ну, это еще мало, да? Чтобы язык был очень нормально. Да, чтобы акцент у меня был более другой, полностью с вами согласна. Ну, то, что для этого стоит еще пожить в Москве. Немного. Вас заинтересовало мое предложение? Конечно. Тогда давайте сделаем так. Я соединю вас со старшими аналитиками. Просто моя работа передает людям, которые разбираются в этом. Звонюха, это телефонная звонюха. И помогают, помогают разобраться правильно. Ага, хорошо. Хорошо. Все, спасибо вам. Не в моей компетенции, просто вас заставляют, что ли. Так что, хорошего вам дня. Ну, что, что аналитики-то? Я передам ваш номер нашим аналитикам, и в течение дня они с вами связятся. Хорошо. Все, хорошего вам дня. До свидания. Игорь Александрович, вас беспокоит. Говорите об этом. А это кто такой Игорь Александрович? Я такого не знаю. Я представитель департамента аналитического сэма. Моя коллега общалась вообще по телеинвестиции с ней. Ага. Теперь понятно. Игорь Александрович, я вас слушаю. Василий Иванович. Василий Иванович. Очень приятно, Василий Иванович. Очень приятно. Теркин, моя фамилия. Теркин, да? Да. Очень приятно. А Василий как? Что вы понимаете, что ваша фамилия? Еремеев. И вы? Еремеев. Еремеев. Еще раз. Еремеев. А, Еремеев. Понятно. Все верно. Как у вас дела? Как успехи ваши? Что вы поняли слов моей коллеги? Что торговать надо начинать на финансовом рынке. Вы знаете, давно бы пора уже, Василий Иванович. Да, да, да. Я тоже так считаю. Отлично. По Газпрому вы все поняли, мои коллеги? По кому? По компании Газпром. Вы представляете Газпром? Я представляю аналитический департамент. Газпрома? Нет, нет. Московская биржа. О, понятно. Вы прямо из самой биржи, да? Не, департамент это не сама биржа. Департамент это где, опять же, люди сидят и анализируют мировой рынок. Наш рынок, американский, китайский, лондонский. Это один департамент, там департаментов много. В каждой компании может быть департамент. А вы из какой компании? Конечно. Кликтрейд. Ага. Кликнул и трейдист. Да, все верно. Хорошо, понятно. Василий Иванович, смотрите. Ситуация такая сейчас. Если брать, дальше обсуждать тему Газпрома, то, соответственно, я скажу так. Вам моя коллега сказала то, что было найдено крупное месторождение нефти? Где? Ну, у нас в России. И компания «Газпром» и «Роснефть» начали делить шкуру еще не убитого медведя, а спаривать чье это месторождение. Была встреча с самим Владимиром Владимировичем Путином. А что, «Роснефть» воюет с «Газпромом?» Это разве... Нет, они не воюют. Они начали обсуждать, кому достанется данное месторождение. Как бы друзья друзьями, но деньги деньгами. Сами понимаете. А Путин все разводящие люди, да? Да, вот что-то типа того. И, соответственно, акции компании «Газпром» за последние полгода показали феноменальную динамику почти в 60%. То есть, я вам сейчас просто... Простите, я щеку нечаянно сбросил, прошу прощения. Сколько они сейчас стоят? Порядка 273 рублей. А вчера 261 вроде были. Нет, я говорю, их максимальная цена. Сейчас, если брать по тому же курсу, как евро, 6 евро 26 центов. Ну, в принципе, неплохо. Как сами считаете? Конечно. И, соответственно, у нас, опять же, не преимущество максимально, которое есть. Смотрите. Вот, элементарно, вы как относитесь к зарубежным рынкам? Я к ним не отношусь. Еще раз? Я к ним не отношусь. Но вам нравится? Знаете, есть такой типа анекдоты. Как вы относитесь к педерастам? Ответ. Я к ним не отношусь. Алло. Алло, что-то вы пропадаете. Сейчас вас слышу. Да, да, да. Какой анекдот? Вопрос. Как вы относитесь к педерастам? Я к ним не отношусь. Ага, понял, понял, понял. То же самое вы мне говорите про рынки финансовые, как я к ним отношусь. Я говорю, я к ним не отношусь. Понятно. Но, в принципе, подработать вы не против. Я правильно понимаю вас? Конечно. Василий Иванович? Конечно. Давайте будем идти сейчас по цифрам, чуть-чуть и по фактам, да? Да. Средний заработок порядка 15% прибыли в месяц. Вас бы устроил подобный результат? Конечно. Это в год сколько? Я не могу вам дать гарантии по счет года. А как вы в месяц не даете гарантию 15? Это, я говорю, среднюю цифру. Среднюю, которая чаще всего зарабатывает. А средняя в год? Примерно 79-110. Ого, это миллион вложил, два заработал. Нет, миллион вложили, 700 тысяч заработали. А проценты на проценты каждый месяц что-нибудь идут, что ли? Так идут. Так вот, если я вложил там миллион, на следующий месяц миллион 150, потом миллион 150 еще на 15 уже еще увеличивается, так там как? Не будет так, не может быть такого, чтобы постоянно у вас одна и та же цифра была. Вы можете за месяц заработать 100%, можете потом заработать 27%, 15%. На каком средний раз я считаю, что по 15 это будет все время нарастать, как снежный ком, я только за. Можно и кредит пойти взять в банки? Нет, я против кредитов. Люди должны учиться самостоятельно зарабатывать, а не идти исковать, брать кредиты в банках. Это неправильно. Так а вы говорите, что 100 тысяч заработать в 6 семей не бывает? Понимаю, понимаю, понимаю. Ну хорошо. Василий Иванович, скажите, пожалуйста, с какого сцена вы могли бы себе позволить начать торговлю на бирже? А зачем ваше предложение? Ну, это... Вы пропадаете, я вас не слышу. У вас что там, айпите не помоя? Нет, конечно. Но у вас она пропадает, у вас, наверное, скорость интернета слабая, вы заикаетесь. Прямое, прямое включение 100 бит. Бит или мегабит? Мегабит. Может быть, то, что булькаю. А то мне вчера рассказывали, что у человека было столько бит. Я говорю, такой в природе нет ускорения. Ну, понятно. Ну, вы заикаетесь, я вас плохо слышу. Сейчас вообще не слышу. Алло, алло, алло. Да-да-да, вот сейчас вас слышу, отлично. Нет, я не говорю о том, что в принципе, да, как бы, ну, начать хотя бы от, там, не знаю, 10-100 тысяч рублей. Есть у вас комфортная сумма? 10-100 тысяч рублей. Ну, тысяч 50 есть. Ну, так, чтобы они никак не влияли на вашу, скажем так, на вашу жизнь. Чтобы вы могли выделить. Подарить их кому-то? Нет, вы не поняли. Какую сумму вы можете выделить для того, чтобы вы могли спокойно начать торговлю на бирже? Ну, тысяч 50, для начала. Я понял. Хорошо. То есть, каким образом это будет выглядеть и работать? У вас открывается брокерский счет. Где? Где открывается? Где открывается? У брокера. Ну, брокер же с каким-то банком работает. Счет же не может брокер с... Но брокер... Нет, я не брокер. Нет, я не счет открывается в банке, но он уже будет брокер. Нет, 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 нет. Смотрите, брокер это не брокер. Это в России такая привычка, что люди торгуют через банки. Потому что банки получили доступ уже, соответственно, к банку и от биржи в целом. Вы не в России. Для того, чтобы продавать активами. Я в России, но я торгую с европейскими брокерами. Но у вас же лицензия не есть в центробанках. А как европейский брокер может иметь лицензию Центрального банка? Я буду работать только с той организацией, у которой есть лицензия Центрального банка Российской Федерации. Можно вопрос? Покажите мне компанию инвестиционную с лицензией Центрального банка. Брокерскую компанию. 256 брокерских компаний, в том числе и ООО, зарегистрированы в центробанке. Название компании скажите, пожалуйста. Я сейчас еду за рулем, не могу. Откройте Центральный банк сайта Российской Федерации. В поиске нажмите лицензию брокера. Вам вывалится там Excel файлик. Вы скачиваете там 256 компаний брокеров, у которых есть лицензия Центробанка. Актуальная на 7.06.2021 года. Ну я скажу вам так. Те брокеры, с кем я работаю, они тоже имеют лицензии. И тоже имеют лицензии, опять же, регуляторов, страховкой и мониторингом, аудитом компании. Какой? Это не проблема. Какой компания? К примеру, брокерский дом Клиффрейт. Данный брокер существует с 2000 года. Он присутствует, вы мне только сказали, что нет лицензии ни у кого, выданной Центробанком. Теперь вы говорите, что вы уже с кем-то работаете. Не российского банка. Меня не интересует, вы же слышите меня. Меня интересуют только те компании, которые имеют лицензию, выданную Центробанком Российской Федерации. А все, проблема? Давайте не будем повторяться, вы это себе уточните, запишите где-то и будем дальше тогда разговаривать. А что это уточнять и записывать? Если я уже ответил, я не работаю с русскими брокерами. Я не могу с вами разговаривать. Хотя, у меня вопрос, а в чем проблема, товарищ, чтобы заниматься торговлей с европейским брокером? А в том проблеме, что опять какие-то санкции и все, меня везде посылают. Вы скажете, а как танки, ваши деньги? Да как это так? Как это так? Подождите, подождите. Подождите. Как танки могут влиять на ваши средства, когда они находятся напрямую на рынке? То, что вы торгуете через... Подождите. То, что вы торгуете через российские брокеры, вы в любом случае деньги размещаете на наших площадках. Они не находятся в России. Вы это понимаете или нет? Российский брокер должен иметь лицензию выгодную центробанком, если вы говорите про российского брокера. Понятно, но ваши деньги находятся не в России, когда вы торгуете, а на международных рынках. Как это находится? Я купил акции какие-то. А вот так. Вам просто не говорят всех фактов. Не, 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 не. Не, не, не. Проекту говорить. Ага, ага, я смолчу. Да, я проеду. Да, 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 я слышал. Проехал. Да, да, да. Проехал. Только не передавайте. Ага. Ну, не говорят обошлых фактов и не по регламенту и контракту. Но я скажу так. У нас по факту нет даже своего банка. Потому что Сбербанк зарегистрировал в Соединенных Штатах Америки. А это банк регистрированный официально в Украине. Ваши деньги постоянно находятся во всех их зонах. И, соответственно, когда вы торгуете на биржах, ваши деньги уходят на рынок. То есть они не у вас. То, что торгуете вы через платформу европейского брокера, от специального брокера. А от примера с украиной в сумме не меняется, в случае деньги уходят на международный рынок. То есть в случае санкции или еще чего-то, ваши деньги находятся на нейтральных рынках международных. Биржах будет именно инвестициями разных компаний и разных активов. То же самое, что вы здесь, то же там. Вы знаете, как вы захотели сплотить в туалет? А какое значение? Вы дома в туалет входите или в гостях? Мне недавно сказали, что Сбербанк зарегистрирован не в Соединенных Штатах, а в Англии. Кто-то из вас запреждается. Он в США зарегистрирован. Вы можете зайти в интернет, покопаться минут 15. Я сказал про United Kingdom недавно, что он зарегистрирован в Англии, в Соединенном Королевстве. Нет, Сбербанк зарегистрирован в Соединенных Штатах, это факт. Это факт, и я почему говорю, что это факт, почему я говорю уверенно, потому что вся эта информация есть в публичном доступе. Я буду работать только с брокером, имеющим лицензию Центробанка РФ. В чем проблема работать с брокером с лицензией не Центрального Банка России? Я проблема, потому что Центральный Банк имеет стабилизационный фонд этого брокера, который лицензировал. Если этот брокер меня кидает, мне размещаются убытки накиданного... Откуда? Откуда? У меня клиент, 73 года, мужчине. Класс 73, если не ошибаюсь, но за 70. Он торговал с лицензированным брокером в России, Газпром Инвест. Думаю, знакомая такая компания, да? Газпром Инвест это кидалово, это лохотрончик. Газпром Инвестиции имеется в виду? Да, это лохотрон. Газпром Инвестиции не предоставляет никаких Газпром Инвестиций и услуг трейдинга на биржу. Зайдите на центральный сайт Газпрома. Вы что-то мне по ушам ездите, мне кажется. У меня клиент торговал с Газпром Инвест, потерял деньги. Вы знаете, как происходит лицензирование Центробанком, организаций, которые хотят брокерской деятельностью заниматься? Знаете? Конечно. Так, расскажите. А для чего вы это спрашиваете, что вы знаете сами? Да, потому что вы говорите, что там кто-то кого-то кинул и не мог возместить. Вот Газпром Инвестиции это лохотрончики. Давайте вам разными словами объясню. Посмотрите, я вам дальше расскажу. Дальше, чтобы получить брокерскую лицензию, подается пакет документов плюс 10 миллионов рублей в стабилизационный фонд этой конторы, который будет находиться в Центробанке для защиты брокеров, вернее людей, которые хотят заниматься брокерской деятельностью через эту компанию. Вот с этого стабилизационного фонда будет выплачиваться компенсация, если вы не в курсе. Если такие условия не выполнены, значит, контора не получает лицензию Центробанка на занятие брокерской деятельностью. Ну вот, компания Крекстрейд имеет, опять же, компенсационный фонд в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Где? У кого? Компания Крекстрейд, брокерский дом. Где она имеет фонд в сабилизационную? У кого? В смысле? У регулятора. У какого? Кипра. О, охереть. Я поеду судиться в Кипр, да? То ли делаю, а тут подам, что... То ли, смотри, то ли я тут подам суд на контору. И российская законодательство будет меня регулировать как гражданина России. То ли неизвестно где, на Кипре. О чем мы говорим? Вы, наверное, не знаете, как это работает. Когда вы подаете заявление о том, то, что, допустим, хоть это ни разу не было за последние 20 лет, то, что вас, к примеру, кинули, вы кидаете жалобу на брокерский дом, жалоба обрабатывается, отправляются в международный суд. С международного суда уже идет обвинение в сторону ту или иную организацию, и вам выплачивают компенсацию. Здесь куда-то перевозить, а у нас все подкупное. Я буду работать только с брокером, лицензированным Центробанком Российской Федерации. Я вам рекомендую хорошенько задуматься. Я вам рекомендую как украинской машонке из Украины, что перед тем, как разводить более-менее подкованного человека, хорошенько простудировать все материалы, касающиеся брокерской деятельности и лицензирования. Ты, мошенка, с Украины мне звонишь. Надо 100% убить. Так давайте подспорим сейчас на 100 тысяч рублей, то, что я находит не в Украине, а на кого из Москвы. Где в Москве ты находишься? Лесенская набережная, Башня Федерации. Все, все мошенники, которые звонят из Украины, они пускают, 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 пускают. Они очень любят нашу федерацию. Только вы уже думаете, что это самая главная набережная. Они обычно все говорят Преснянская. Мы говорят Преснянская набережная. Я уже у вас всех этих мошенок научил, что это Преснянская набережная. Преснянская набережная. Вот, российский, если все правильно. А ИМН как расшифровывается? У тебя есть ИМН? Не надо только... У меня есть. Да. Как ИМН расшифровывается? Что я здесь с нами не понять не могу. Как ты не знаешь просто? Потому что ты с Украины. Я-то знаю, что такое ИМН, но не понимаю, что это в двух вопросах. Расшифруй, расшифруй. Три буквы. Нескционный номер. И еще вопросы? Стой, номер чего? На Лабуфельчика. На Лабуфельчика. На Лабуфельчика, молодец. А чем отличаются ИМН организации и частного лица? Чем отличаются ИМН организации и частного лица? Вы ответили... Вы ответили, зачем задавать подобные вопросы и зачем сидеть сейчас строить МЕКО-СМОБУГО? Да потому что ты не знаешь. Потому что ты с Украины. С приставкой лабористой, которая находится в Киеве или в Крыжополе. Вы сейчас уверены? Конечно. А если вам сейчас скинут свою геолокацию? Да вы же значит, она где нужна. Я знаю, что процентов уверен. Вы сейчас меня обвиняете в том, что я мошенник. Какие-то шлифы из Украины. А как вам дать сейчас элементарное местоположение, где я сейчас нахожусь, а не знаю, зачем? Давайте, как... Я отвечаю тебе с Вещатом, что я уже как взрослый мужик. Ну, хватит. Ну, как маленький ребенок. Чау-чау-чау. Давайте, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы. И, как вы, как вы, как вы, как вы. Серьезно проведите беседу. Если вы такой вот именно мужик слова, да? Чау-чау. Давайте поспорим, что было интереснее, хотя бы на 1100 рублей. Я вам кидаю сейчас местоположение, где я нахожусь. И вы сейчас просто обхакаетесь и кидаете ли деньги на карту. А как ты тогда сидишь в Москве? Как ты тогда в Москве сидишь? Потому что я являюсь председателем данной организации. Извали департамент. У вас там собственность в этом помещении? Давайте я вам в вашу лепую голову, который считает тебя умной. Запомните, вы не человек, никогда не будет умной. Объяснишь, вы ведь. Раз, слушайте меня, демонстрируйте. Я могу не перебежить арендовать офис в вашей федерации. Так, слушайте меня внимательно теперь. Человек, который торгует на бирже, он торгует с разными брокерами. Он диверсифицирует свои денежные средства. Соответственно, он не является конкретно сотрудником того или иного брокера. Вот вы опытный трейдер. У вас есть примерно миллион долларов. И вы торгуете на бирже. Вы что, обязаны быть сотрудником брокера, чтобы продавать через него? Или просто торговать через его инструменты? Вы себя услышите вообще? Часто лицо не может быть брокером. Брокер должен быть лицей. А кто сказал, что я честное лицо или брокер? Я являюсь аналитиком. Ага. Имеешь лицо, где компромбанка? Ага. Ты дурак, что ли? Я понять не могу. Прошу прощения, конечно. Как ты сидишь в башне федерации? На каком основании? У тебя собственное помещение там? На основании того, что находится здесь наш офис. В Санкт-Петербурге, в бизнес-центре правило. Чей офис? Департамента. Какого? Еще раз уточняю. Эксперт ФИКС. Чего? Эксперт ФИКС? Он зарегистрирован на территории ОРО? Как юридическое лицо? Конечно. И имен мне продиктуйте. Чтобы вы жалобу писали? Зачем? Это публичная информация. Даже на вывеске у любого магазина, когда ты в магазин доходишь, написано ОРО, 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 все реквизиты предприятия. Записывайте. Записывайте. Это именно ФИКС у этого, да, ОРО? Записывайте. Да, в одной цифре. Семь, семь. Да. Оль, восемь. Да. Два, четыре. Да. Четыре, семь. Да. Два, ноль. Да, есть. Проверим. Это именно ФИКС, да? ЭНН. Да, это подразделение его. Кого его? Именно организация. Как называется? Это я. Или давать ее вам... Не знаю. Я разжую вам всю информацию, чтобы вам проще было вас занимать. Я понимаю, что... Аналитический центр. Аналитический центр. Это центр, подраздевающий из себя, конкретную крупную организацию, в которой имеют в себе маленькие кармашки разных аналитиков, трейдеров и тому подобное. Соответственно, наш департамент находится под ними. Я вам продиктовал только что ИНН. Если вам будет комфортней, если, я не знаю, вам так проще спать будет, могу и КПП продиктовать. Как называется контора, которую вы мне продиктовали, ИНН, который... Ли? В смысле? Как называется? Чей ИНН вы мне продиктовали? Эксперта. Какого эксперта? Я вам только что говорю название. Экспертефикс. Экспертефикс это что? Это что такое? Экспертефикс. Экспертефикс это или контора? Экспертефикс это организация. Экспертефикс это организация. Она лицензирована? Центробанком? Конечно. Номер лицензии? Не Центробанком. Она лицензирована в плане того, что она юридически находится в России. Если она присоединяет брокерские услуги, она должна быть... Ты брокерские услуги! Она, если пара находится на Федерации, дает аналитику. Короче, я вам продиктовал ИНМ из Ушанки. Хорошо. А через кого я буду торговать брокером? Кто у меня будет? Через брокера. Через кого? Поехали, баба. Я же тебе сказал, сделай себе зарубку на носу, что я буду торговать только через российского брокера. Который имеет... Пейте витаминки для памяти, для того, чтобы не забывать. Я скажу, что... Ты меня, Треша, опять, что через руку... Не срасьте, не срасьте мое время. Ну что, я хочу поработать. Ну хорошо, ты меньше потом... Я использую для тебя одно, то, что вы не грамотная неучь, Которую... Пару терминов в интернете, И сидите как животное. Это даже не оскорбление, скажу вам так. И кукарекаете. Прежде чем что-либо говорить или кого-то оскорблять, Вы можете увидеть, что это и украинец. Вы можете, что это и украинец. Я не спорить не буду. Стало почемно украиниться. Если вам, старому человеку, масонку на лот ставят, Это ваши проблемы. Стало почемно украиниться. Видно, что вам тяжело будет. Украинец. А я, судя по вашему акценту, понимаю, что вы украинец. Украинец сколько? Правильно украинец, да. Живу в Украине. Ну, я не навижу таких людей. А ты меня пытаешься развести. Я обычно делаю. Я украинец больше. Я тем более не буду с вами работать, если вы украинец. Я признаю украину, чтобы вы горели в воду. Вот, вот, вот. Конечно. Чтобы вас на шампылах вертели украинцев. Ага. Правильно говоришь, правильно. Сидите там, подпёрдывайте. Кремль в нашу. Кремль в нашу. Кремль в нашу. По улице, мне хочется с тобой разговаривать. Смотри себя на ютубе, канал, мошенники звонят по телефону, скоро будет ролик. Мошенники, как называется? Ютуб, открываешь ютуб и в поиске ютуба набираешь, мошенники звонят по телефону. Там будет такой... Это канал, да? Канал, да. И там будет несколько каналов. Самый первый в черной балаклаве мошенник сидит с красной трубкой. Скоро будешь на канале. Когда? Плейлист «Волкособики». Там много исполнителей. А мой плейлист... Я вижу, я вот сейчас зашел в интернет, у вас там в маске с красной трубкой. Да, да, да. И вот там будет канал «Волкособики». Можешь передать привет от лица мошенников? Всем, смотрите, всем подписчикам. Мошенники звонят по телефону, да, все, все. Плейлисты открывай. Открой плейлисты. Ага, ага. «Волкособики», они там 20-е, там 100, что-то рулетят, 106, по-моему. Вот это плейлист. Как называется? «Волкособики». «Волкособики». «Волкособики»? Да. А где не углубите? Ну, там чуть вниз пролистай в плейлистах. А, «Волкособики», да, да, да. А, вот. Вот ты общаешься сейчас с автором вот этих всех записей, 106 записей, по разоблачению мошенников. А когда я могу это послушать? В любой момент. А это будет, ну, в течение месяца опубликуется. Надо собрать... В течение месяца появится наш диалог. В нашей диалог, да. Монитор, там уже мошенников много, но они дизик обычно. Потому что у них не получается развести народ. А моя цель – выводить на чистую воду мошенников, и чтобы другие добродорадочные граждане не попадались на уловки мошенников. И мне так удачно позвонила ваша звонилка, говорящая, голова сегодня. И потом на вас переключилась. Это звонилка, которая вам позвонила? Ну, мошенники обычно в конце диалога, когда им не получается развести человека на банке, переходят на оскорбление. Чем вы сейчас и занимаетесь? Да, нет, если так, это не оскорбление, и на скандыне я никогда не перехожу. Это констатация. Да, я понимаю, но это уже заметно было. Я проживаю. Конечно, вы пытаетесь поспёрдывать, касаясь на чей Крым, чей Крым, когда сами находитесь в Украине, и пытаетесь откормить свой же народ. Это важно, что вы себя будете позорить в Ютубе. Поэтому я с нетерпением жду нашего диалога в Ютубе, только скажите, когда вы его заливите? Я рекомендую. В течение месяца будет диалог. Мониторьте. У меня очередной ролик там выходит 13 или 14 числа. Этот выйдет в числах 20, скорее всего. Мониторьте канал. Подпишитесь на канал. Новые ролики всегда актуальны. Не только от лохоброкеров, но и по интернет-магазинам, которые булатные ножи, видеорегистраторы, уже как вы, там продают. А присылают неизвестно, что. Цыгане продают автомобили на Авито или ещё где-то подросла. Подписчикам наберите подписчиков побольше. Ну, наберутся. Молодой канал, ещё год только ему. Наберутся активно, идёт прирост пользователей. Сейчас ты ещё подписчиков. Кстати, и забывайте, что у нас тоже канал в Ютубе есть. Какой? А мне сейчас с вами каналы пообщаются, сейчас подпишите. Как называется канал? Добрый день, добрый день. Ага. А у нас же мошенники звонят по телефону канал. Да, да, конечно. Слабовато, слабовато. Чё слабовато? Ну, слабовато у вас. Ну, мой канал активно развивается. Да, активно. Да какой активно развивается? Я буквально там в Титоке за неделю, там полный миллиона собрал из одного видоса. По тысячам в неделю прирост. Не, мужик, мужик. Мужик, нет. Иди на песню. Настоящий, настоящий. Субтитры подогнал «Симон»